всем доброго времени суток сегодня меня шум разбудил я думал опять у нас егор стал играет машинками оказывается это лера проснулась лера во сколько ты проснулась в общем это небывалое дело обычно ее еле-еле разбудишь умылась сидит вяжет я покажу сидит в своем домике вяжет в общем я ее подсадила на вязание для клуба 28 петелек она меня вяжет осьминожку пряжа ализабелла стопроцентный хлопок вот я вчера для этого же клуба связала вот такой мимимишную жилеточку и еще не стирала сегодня вечером я ее стираю она будет такая совсем товарный вид у нее будет и глядя на леру утром у меня еще тоже целый час до того как сама еще просыпаться и вот начала маленькую шапочку это уже другая пряжа но тоже стопроцентная шерсть и она полугрубая называется деревен так называется пехорка деревенская деревенька это у нас в троицке а это деревенская неокрашенная стопроцентная шерсть так а здесь у нас это лизы но она тоже стопроцентная шерсть так где фокус не фокусирует и хочет лизы райан мире на раил все сейчас пойдем мелких поднимать у нас сегодня снова путешествие уже со старшей дочкой мы едем на прием к ортодонту ездим раз в месяц там есть что-то подкручивают что-то поправляют еще мы ей вправляем зуб в нашем городе ортодонты нам предложили просто его удалить и все в общем мы пока мы сначала не согласились поехали в областной центр в иваново на консультацию нам сказали что нет ничего удалять не надо все будем вправлять теперь мы ездим вправляем верс какого месяца мы едем ездим с той зимы до год уже ездил год уже ездим 2 сказали что история будет длительная так что такие у нас дела утрешние так меня радует такое вязание и мимишная маленькая отдыхают больших кофт вот этих вот девчонкам которые я не люблю одинаковые все вязать а мне пришлось две кофты все пойду сейчас поднимать всех нужно мы уже по пути в иваново заехали на заправку у меня в руках вязание крючок потому что спицами неудобно машине так у лиры нам тоже я заняда лир нет еще не вяжешь но она тоже взяла с собой хочет еще на 8 ножку начать мы нашли еще клубочек тоже хлопковых ниток солнышко троицкая пряжа и он такой меланжевый красивый получится зачем я включила сейчас камеру я не знаю видно нет сейчас попробую приблизить или будем выезжать еще покажу в общем вот на это въезд мы просто развернулись потому что заняты все колонки очень мы развернулись чтобы заправиться на въезде вот такой окат сделан из асфальта на выезде то же самое в общем муж говорит было несколько дней назад когда его только сделали выкладывали в сети одноклассников наши кто-то местные снял первый раз когда это так от сделали его сделали то ли крутым то ли каким-то вот таким вот для легковых машин в общем это было испытанием чтобы въехать и выехать они царапали днищем вот его разломали то что сделали вот тут кучки рядом лежат разломанного асфальта и переделали сейчас он более плавный то есть если медленно все хорошо нормально машину езжают а до этого многие даже разворачивались уезжали заправки в общем все у нас делается через одно приключенческое место мы заехали в иванове есть рио центр текстильный в общем папа там за перчатками бегал пока бегал мы у него вы скулили денежку купили девчонкам два халатика сейчас жарко стало теплой халаты уже нет плохо пакета видно в общем сделаем мы фотосессию да нарядим их и сфотографируем шучу конечно такая расцветка прикольная там мороженки пироженки кексики курасанчики и это все в розовом цвете очень классные халатики мы на текстильщики в иванове они уже почти тут все закрываются все убирают вот смотрю многие блогеры рекламируют ивановский магазин василек любят ивановский товар рекламируют они им присылают там комплекты что-то еще они их рекламируют в общем сейчас практически в ивановской области очень мало производится тканей работает шуя кохма в иванове фабрик уже не осталось все по торговой центре переделали здесь витрина осталось вот висят полотенца но это китайского производства это явно не иванова у нас вообще полотенца не производится если что-то покачественнее то трикотажку лучше вообще ивановскую не брать трикотаж в ивановской области не производится полотно используют для пошива изделий или турецкая в лучшем случае или китайская что чаще бывает потому что это удешевляет товар не знаю какая-то дверь длежит у нас вот мы тоже приехали нам подушки нужны но мы их сегодня не нашли это подушек конечно много нам нужны были определенные еще мы сейчас по чашечке чая потому что времени уже мы еще голодные все ездим и ездим по городу такой здесь стадион сделал резневый текстильщик что купили в метро сочинюшки крепкую бумагу почти ничего не купили цены такие оливки вверх корм леркиным улиткам салат они капусту есть отказываются вот такие хлебцы у нас я таких не видела мы все сидим влюбленные покупаем тут какие-то новые девчонки бумагу в садик туалетную они там ее не знаю километрами наматываются ну и все сейчас поедем в другую магазин к вашам наконец-то обед да лера ты рада базар мы все время сюда кушать заезжаем когда яска с детьми куда-то и детьми тоже сюда привозим обед базаре девчонки взяла чаще у тебя простой чай пакетики горные травы штекс макарошки любимые салатика ковришка ну как счет про мне первое-второе компот чай у тебя какой серёж облепиховый да у меня чай с имбирем тоже там пелекуриные салатик ковришка без первого что мы там дай-ка чек сколько мы тут оставим ну вот тоже на троих такая сонна между прочим в кинишме это обошлось дороже мы уже проверяли мы пообедали и поужинали все в одном да сейчас немножко приближу не стала я там зале снимать чтобы не раздражать никого тоже постановочка такая красивая интерьерчик это у них через коридор прозрачные такие стекла или окна большие все видно здесь еще все пусто тут тоже наверно какую-нибудь экспозицию они готовят тут детский уголок за ней детские кресла конечно есть не кресло столики для кормления то есть все как и должно быть здесь всегда все вкусно тоже свежее мам, а знаешь что я сегодня сделал? слушай внимательно он отказался нести пакет спортивный вот Миша сказал да ну тебе девочка взял пакет Егор начал отбирать Миша взял сам потом Егор начал на Мишу обзывать на него орать потом он вышел на улицу а он там орет мама, мама ты знаешь Егор еще Мишу назвал дураком ух ты а Егор он еще Миша дурак что ли? и сказал то что я дура и сказал то что я дура ой все у него дуры и дураки умный наш посмотри-ка на меня Егор Сергеевич посмотри на меня Сергеевич забываешь мне говорить? вот меня мои дети заучили а мы куда ездили? мы с Лерой ездили к ортодонту а купить что-нибудь? представляешь? три тысячи оставили в кабинете были ровно две минуты за то что пришли посмотрели уже ей там что-то подкрутили еще чего-то вот на кого учиться надо Миша все время с работой будешь пойдем подключить плоскогубцами мама вы нам привезли вкусненького? конечно а Егор получит? а я не знаю как вот мы теперь вкусняшку то будем делить? мы наверное Егорину вкусняшку Миша отдадим а Миша сказал то что? Егор а Егор у нас секция платная мы за секцию заплатили деньги вы значит дошли до улицы и вернулись обратно да? из-за того что Егор себя плохо вел очень здорово да еще он шел медленно как черепаха ну я знаю что шаг вперед и два назад он все время так делает вот такие вот у нас пироги мамы нет и слушаться не надо ой как здорово Егор а как же ты в армию пойдешь? там приказы выполнять придется а? а? а тут ты просьбы даже не можешь выполнить что ж а? а 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 за а а а в к А зачем она так сделала? Тебе жарко было? А что она мне карандашом по голове стукнула? Ну все. Все на всех пожаловались? Не знаю. Наверное. Очень здорово. Очень здорово. Мама будет довольна и счастлива. Значит, не только Егор Сергеевич будет объяснять свое поведение, но и Жанна Сергеевна, да? Жанна Сергеевна, а что приуныла-то сразу? Все. Вот так. Не подумавши, что-то сделала. Ладно, доедайте. Сейчас папа вам вкусняшки принесет. Обещанная фотосессия. Фотосъемка. Так, первая. Иди сюда. Ну, Вась. Как всегда, Егор за кадром. Егору халатик не купили. Не буду его снимать. Да не будем мы его сегодня снимать. Я не знаю, как ему объяснить, что ему халатик не надо. Мы ему и так объясняли, и всяк объясняли. Не буду я его снимать. Вась, вот смотри, я снимаю про вас фильм, а мне в кадр попадает вот такое безобразие. Это что такое пижамы у тебя не убранные, а? А? А рукава-то у тебя от пижамы в чем? Ну-ка, дай-ка я посмотрю. А, это тень упала. Я думала, они грязные. Вась, давай убирай пижамку. На, у меня не будет этикетки. Сейчас мы лаком пометим, где чье. Подожди, сейчас мы лаком пометим, где чье, и я уберу в стирку. Я сама уберу лак. А этикетки давайте в мусорку. Снеж, ну-ка, красивое платьишко. Да, вот такой рисунок. Давайте посмотрим. Стой, подожди, фокус. А, здесь и пироженки, и конфетки, и кексики, и леденечки. И чего только нету. Только почему-то сшито кверх ногами. Вот, слушайте, действительно, кверх ногами. Вот этот вот верх, оно отрезное сделано. А, меня подожди. Подожди. Вот, ой, я даже не посмотрела. На этом все правильно. В халате. С этой стороны. А с этой, ну-ка, поверни спиной. Ну, вот такое вот наше Ивановское. Было, красивый. С сшито кверх ногами, оказывается. Там в упаковке не видно было. Ладно, домашний халатик. Все, девочки, давайте пойду его распокаивать. Мам, что мне сначала? Надо синеньким. Этот не видно будет. Или зеленый. Сейчас у Лерки там лак раскопает. Лерка им потом даст. Огня. Все, выключаю камеру, Вась. Держи, держи. Сейчас мой сладкий. Могу здесь стать. В общем, вечер у нас сегодня удался. Егор нас опять верещит. По полной программе. Говорит, что я девочек люблю больше, чем его. И только девочек я люблю. В общем, да. Вот сейчас Миша к нему подошел. И он начал кричать на всю комнату. Не трогай меня. Не стукай меня. Хотя его никто не трогает. Вы представляете, если бы мы жили в квартире, наверняка соседи бы уже кого-нибудь вызвали. Потому что он орет и верещит, как будто его убивают. А ему никто ничего не делает. Ему наоборот. Он от этого тащится, скорее всего. Снежана даже расплакалась у нас, да, Снежок? Пойдемте в комнату, девочки. Вась, мне надо ее на руки поднимать. Пойдемте в комнату. Пойдем. В общем, у нас сегодня вечер не как вчера. Вчера у нас спокойно прошло. Он вчера у нас не кричал. Я про Егора говорю. Девочки-то всегда спокойно себя ведут. Вчера был хороший день. А сегодня вот началось с того, что он сначала не пошел в секцию, и они им пришлось... В общем, дошли до конца улицы. И когда поняли, что опаздывают, то вернулись обратно. В общем, в секцию они сегодня не пошли. Мы еще в это время в Иваново были. Когда мы приехали домой, мы-то думали, мы их из секции заберем. Но оказывается, они даже до тут не дошли. Вот. Потом, наверное, нужно еще объяснить. Вы, наверное, слышали в предыдущем... В предыдущем моменте, когда они тут жаловались друг на дружке за столом. То, что Вася Госнежана трусики сняла. В общем, они у нее случайно свалились. Когда она стала переодеваться, может быть, великоваты чуть-чуть. Я им одинаковый размер покупаю. Они по росту одинаковые. Но у Снежаны фигурка другая, не как у Васи. У нее широкие... Вась, не дергай меня, пожалуйста. У нее широкие плечики, а попочка маленькая и узкая. Поэтому вот если я покупаю одинаковые трусишки, то да, с Жанки они великоваты. Да, Жанки, что это у тебя такое за мозаика красивая? Замазайка! Вот, какая красивая. Вот он нас уже веселится. В общем, его прет по полной. А нас что-то не очень прет. А вот это мамочка. Я потом покажу. Я потом покажу. Я сижу, шапочку довязываю для маловесных деток. А Егор меня дергает постоянно. И вот сейчас у нас крик начался буквально... А, с чего же? Ну да, мы же халатчики купили девочкам. Что самое интересное, ему вчера купили перчатки новые. Карандашики точатся у нас, Лера. Если Лера тебе разрешит поточить, то пожалуйста. Вась, не закрывай-ка. Я хочу показать жилеточку. А я вот рассказываю, как у нас Егору не купили халатик сегодня. И он кричал, что я люблю только девочек. Зато вчера он почему-то ничего не кричал. И девочки не кричали, да? Вот ему так весело. Вот это мама жилеточка. Да, Вась, подожди. А вот буквально секунду назад он у нас верещал и орал так, что если бы мы жили в квартире, у нас бы, наверное, уже целая комиссия пришла. Честно-честно. В общем, это настроение секунды. А что это? Вот я тебя снимаю, свет выключен. Подушку выбросил. А чего же ты с ней сделал с подушкой-то? Я не выбросил. Не выбросил? Я просто тебе ее дал. Ага, а мне-то она зачем подушка-то? Тебе. Ну что, давай твои перчатки выбрасывать. Да. А что? Ну, вчера вот девочки не кричали, что ты Егора любишь, а нас нет. Егор, может, мне тебе бантики еще сделать? А? Да. Я, может, конечно, неправильно поступаю, но мы купили, да, только халатики. У него и шортиков, и всего достаточно. Нам покупать одежду ему не надо. Что ему нужно было купить? Что надо? Пока был маленький, мы старались как-то вот все, но сейчас он стал постарше. Тем более он старше, девочек наград. Ему семь уже было. Он просто мелкий такой у нас. Я боюсь, что дальше, если я так и буду ему потакать, то он будет просто требовать. Что он сейчас не начинает делать. Даешь девочкам, покупаешь, и ему тоже нужно купить. Маленький он просил бантики, резиночки. А сейчас вот он все равно распандалился. Именно что ему халатик не купили. Вот. Зачекотила Василисева, да? А мне видно. В общем, мы и плачем, и смеемся одновременно. Так, что я еще хотела сказать? А, наверное, слышали, что там про вкусняшки. Не переживайте. Егор свою вкусняшку получил. Конечно, он... Но он так и не объяснил свое поведение. Нет, не захотел он этого делать. В общем, едой мы детей не наказываем. Но вкусняшками бывает, да. Егор, Егор, ты конфетку съел свою сегодня? Да. Да? Ты счастлив? Да. Вот видите? Вот так. Вот на такой ноте. Пошла шапочку довязывать. Так, все, Егор, мне нужно довязать. А? А вот... Я... Я...